Мне кажется, что сейчас, когда вот в эти дни, да, на фоне торжества одних, там всё пропало от других, наши граждане, зрители пытаются понять, что же главное. Мне кажется, надо начинать с главного. Это тяжело говорить, потому что мы поглязем в мелочах. А главное это состоит в том, что действительно, вот благодаря самой идее такой реформы, не тому, что принято или ещё будет оспариваться, самой идее реформы нужно родить судебную ветвь власти, как ветвь власти. Потому что, на самом деле, это не риторика. В начале 90-х, кто помнит, ну тут есть молодые коллеги, есть постарше, так вот, многие чиновники, тогдашние советские политики, понять не могли, как это. У нас были советские Верховные Советы, они на таком-то парламентаризме. Они привыкли к тому, что в Советском Союзе депутаты это были просто люди по штампованию законов. И рождение парламентаризма, несмотря на все разговоры и правильные законы, длительный процесс. Мы только сейчас, вот видите, после какого созыва, да, и рождение новых партий, и новую позицию депутатов-политиков, они стали смелее, иногда даже спорят внутри, это нормально. Потому что парламентский депутат, это, прежде всего, субъект законодательной инициативы, ответственный перед избирателями, самостоятельная фигура даже партийная. Так, господа, то же самое у нас теперь предстоит создать в судебной ветве власти. И главное, на основе самоорганизации, самоуправления. Именно поэтому так много разговоров, будет влияние или не будет. И второй момент, что проявила вот эта неделя. Я накануне, когда пошли первые информации о том, какой законодательный, не то, что не в восторге. Я сдерживал себя, чтобы не включиться в эти многочисленные комментарии, как это фигово и неправильно. Но на что все-таки я обратил внимание. Действительно, уровень недоверия президента к депутатам. Депутаты вот друг к другу. Такое, вы посмотрите, что вы друг к другу сказали, когда спорили о реформе. Президент считает, что если мы не проголосуем, мы потеряем год согласно процедурам внесения изменений, а потом выбор, он не доверяет ни одной партии, что мы это решим через год, согласно Конституции и ее положениям. А депутаты, комментируя решение, недолуги деякизных, это правда, тут же прогнозируют, кого как уволят, как будет рулить президент, комментируя все, что за строкой. Так вот, коллеги, вот это отношение к друг другу вами рождено за два года. Потому что византизм Порошенко, его привычка работать по ночам, какие-то переговоры, это же не эксперты вам навязали, не медиа. Это сами вы за два года эту практику создали. Поэтому вы получили неделю назад законопроект. Поэтому мы слышим от президента, что лучшие какие-то конституции писали чиновники. Я прошу прощения, в стране, где действительно война, в стране, где каждый конституционный вопрос, это национальный консенсус, все республики проходили конвенты, ассамблеи, широкие столы. Вы, как в этой эпохе, кучма была по-прежнему, либо в ночь, либо в день. Это ваша вина. А теперь, подводя черту, я считаю, что политически важно и правильно, что даже такая недолуга, судебная реформа принята. Прежде всего, как внесение изменения Конституции. Но, и тут я буду категоричен, это последний раз так. Продолжение следует...